Доброе время суток, уважаемые моделисты! Представляем ваше внимание обзор новинки модели от фирмы «Звезда» немецкий средний танк Т4 модификации H в 35-м масштабе. Давайте посмотрим, что находится внутри данной коробки. Итак, перешли мы конкретно к столу, конкретно к данной коробке. Модель 2017 года, и внутри лежат литники также 2017 года и также от фирмы «Звезда». Это не перепаковка, а новая, совершенно новая модель с новыми деталями, с новыми литниками. Артикул модели 3620, масштаб, как я уже говорил, 1,35. Количество деталей в наборе 545. И длина модели составляет ровно 20 сантиметров. Коробка стандартная от фирмы «Звезда». Новая коробка, соответственно, нового дизайна. Она в желтизну, как вы видите, ушла. Итак, что же такое ПЗ-4? Или Т-4, как его называли в Советском Союзе. Более известное название. Это средний танк бронетанковых войск вермахта периода Второй мировой войны. Существует версия, что ПЗ-4 изначально классифицировался немецкой стороной, как тяжелый танк. Однако, в документах это не подтверждено. Это самый массовый танк немецкой армии. Выпущено было 8 686 машин. И серийная данная машина выпускалась с 1937 по 1945 года в нескольких модификациях. Ну, давайте посмотрим, что находится внутри коробки. Это самое интересное. Ну, начнем с первого ледника. В смысле, порядка, как я его вытаскиваю из коробки. Бортовые экраны. Как видите, они уже с нанесенным цемеритом. Напомню, что это модификация H. Посмотрите ближе. Экипаж танка составлял 5 человек. Блевая масса машин 25 тонн. Ледник номер 2. Никаких утяжин, ничего этого нет. Все довольно не то, что довольно, очень хорошо выполнено. Достаточно хорошая детализация, большое количество деталей. Толкатель находится внутри, то есть на невидимой части машины. Вот здесь, здесь, здесь. То есть это обрабатывать будет не нужно. Это очень хорошо. Трос в собранном виде. Тоже такой вот интересно сделанный. Интересное решение. Ванна танка. Вот смотрите, это 2017 год. Фирма «Звезда». Стоимость модели в нашем интернет-магазине на данный момент составляет чуть более 1300 рублей. Что довольно-таки не много для такой машины, для такой модели. Тем более с эмеритом уже нанесенным. Здесь ходовая, катки. Два совершенно одинаковых летника. И еще два летника с гусеницами. Гуси у нас пластиковые. Две ленты на каждой стороне уже собраны. И второй литник абсолютно идентичен первому. Также небольшой литник с прозрачными деталями. И в комплекте есть декаль. Забегу вперед декаль на два варианта машины. И перейдем к инструкции. Стандартная инструкция фирмы «Звезда». Выпулюна уже в виде книжечки. Она черно-белая. На первой странице краткое описание модели. История создания модели. На развороте содержимое набора. Это мы уже видели. И сборка. Несколько серых оттенков. В 3D-варианте все видно, все прекрасно. К инструкции придраться, ну, я думаю, что нельзя. И в конце вот два варианта машин, которые можно собрать. Первый вариант. Это Т-4Х из состава 24-й танковой дивизии «Вермахта» Украина. Район Кривой Рог. Декабрь 1943 года. И второй вариант. Из состава 12-й танковой дивизии «Западный фрукт» Нормандии. Лето, 1944 год. И таблица красок, которая необходима для окраса данной модели. Даны для производителя, ну, для окрасок фирмы «Звезда», соответственно, это логично. И для окрасок фирмы «Хамброл». Повторюсь, что артикул модели 3620, фирма «Звезда». Приобрести данную модель вы можете на нашем сайте. Спасибо вам за внимание. Ставьте лайки, если не жалко. Увидимся, услышимся. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!